Дэвид Хокни Королевский художественный колледж в Лондоне, знаменитый представитель поп-арта, считается одним из влиятельнейших художников 20-го столетия, один из 45 кавалеров почета. С 1968 года Хокни начал работать в фотореалистической стиле живописи и разработал тонкую манеру рисования. Стал работать с полароидами, создал множество снимков, в некоторых случаях крупноформатных полароидных снимков и фотоколлажей. В ноябре 2018 года Дэвид Хокни стал самым дорогим художником. Его картину под названием «Бассейн с двумя фигурами» продали на аукционе послевоенного и современного искусства Кристи в Нью-Йорке за рекордную сумму 90 миллионов 300 тысяч долларов. Совместно с физиком Чарльзом Фалько разработал тезис о влиянии оптических приборов, это камера-обзора, камера-люцида, изогнутые зеркала, на аэритическую технику изображения в классическом европейском искусстве. Я зачитываю Википедию, с детства увлекался живописью, самые знаменитые в своей солнечной так называемой полотна пишут после переезда в США. Он изобретает новые техники, экспериментирует со стилями, выпускает книгу «Секретное знание», где раскрыл тайну реалистичности картины эпохи Возрождения. Всю жизнь ни в чем себе не отказывал, ни в любви, ни во вредных привычках, ни в развлечениях. Немножко отказался, когда пересек рубеж в три четверти века. Ему пришлось отказаться алкоголя, он заменил его медицинской марихуаной, но даже в преклонной возрасте Хокни не бросил курить. И неоднократно заявлял, что всегда открыт для новых любовных приключений. Мужчина был неутомимым экспериментатором в своей работе. И именно ее работу он называет главной любовью всей своей жизни. Искал новые способы творить, делиться своим творчеством с людьми, рисунки на электронных гаджетах, электромедийные экраны, видеоинсталляции. 70 лет Хокни не теряет энтузиазма и не сбавляет темпа, двигаясь все по тому же вектору. Пикассо однажды сказал, что когда он рисует, то снова ощущает себя 30-летним. Когда я работаю, то могу проводить на ногах по 6 часов подряд. Когда я рисую, я чувствую себя Пикассо. Я чувствую, что мне 30. Вот некоторые правила жизни Дэвида Хокни нужно иметь, смотреть и видеть мир вокруг себя. Век технологии, не стоит доверяться фотографии. Живопись – это наиболее достоверная форма, правда. Нельзя быть жадным до денег, нужно быть жадным до жизни. Я могу испытать восторг, просто наблюдая, как капли дождя ударяют по луже. Сейчас я признаю, что мало кто найдет в этом что-то захватывающее. Но я найду. И я хочу, чтобы жизнь моя была волнующей и богатой. Я делаю все возможное, чтобы она такой была. Границы существуют только у нас в голове. В ожидании вдохновения живут только лентяи. Когда я оглядываюсь назад, я понимаю, что я работал всегда. Всю свою жизнь, каждый день. Конечно, никто не может стать новым Пикассо или Матиссо. Но любой человек способен неплохо рисовать. Обучение живописи – это обучение искусству видеть. Но большинство людей даже не пытается предпринять усилия, чтобы научиться рисовать. Кто угодно может научиться рисовать. Боритесь с глупыми запретами. Защищайте свою личную свободу. Очень интересное выражение. Курение успокаивает. Табак – это самый великий подарок, который сделала Америка этому миру. Политики не должны за нас решать, какие вещи в этой жизни приносят удовольствие. Противники сигарет должны смириться с тем фактом, что я все еще жив и полон энергии. Мои коллеги Пикассо Монер и Нуар все курили и при этом дожили до старых лет. А мои друзья умерли от алкоголя. Смейтесь, смех прощает легкие. Мне кажется, что сегодня людям не хватает чувства юмора. А в мире есть над чем посмеяться. Вот такие интересные факты, такие высказывания Дэвида Хоукни. Ну и вот в завершении несколько интересных фактов. Подражавший отцу-коммунисту Дэвид покупал в секонд-хенде вещи подсоветского пролетария, за что в колледже получил прозвание Борис. Хоукни потерял слух в силу наследственности, когда ему было всего 40 лет. У Дэвида есть несколько пар слуховых аппаратов самых ярких расцветок. Дэвид Хоукни является автором шестиметрового витража из мистерского аббатства, эскиз, который он сделал на iPad в 2018 году. Хоукни не стал писать портрет королевы, аргументировав это тем, что предпочитает рисовать исключительно тех, кого знает лично. Все свои письма художник подписывает фразой. Люблю жизнь, Дэвид Хоукни. Ну вот, наверное, все, что я хотел вам рассказать о Дэвиде Хоукни, английский художник, график, фотограф, который значительную часть жизни провел в США. Посмотрите его картины. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok